Ева. Немножко два класса обучался в арсене Тургланина, вот с сентября сейчас работаю в Киеве студии, Image Pictures, и там проект Клара в полнометре идет. Ну, там такой проект среднего качества идет. Ну, все в 3D, да? Да, да, в 3D проект. Понятно. Окей. Просто будем разбирать твою работу или что-нибудь хочешь спросить? Да, я хотел поспрашивать именно вот в работе, и в целом мне в анимации не хватает веса в персонажа. Вот, я хотел спросить, как добавить, если какие-то моменты, чтобы больше веса оказалось в персонажа, чтобы он тяжелее оказался. Окей, значит, смотри. Во-первых, сейчас, подожди, скачать бы как-то его еще. Значит, вес персонажа, в общем-то, добивается несколькими вещами. То есть разница между персонажем, который весит мало и весит много, всего лишь во времени, которое он находится. То есть, например, поднятие ноги, скажем, если двигается великан и маленький персонаж, великан уберет значительно больше времени поднять ногу. И значительно быстрее он будет ее опускать. Потому что разница всего лишь, когда земля является магнитом, персонаж, который он тяжелый, он будет больше сопротивления. Так ведь оказывает. Соответственно, земля, ну, как бы, земля, получается, меньшее будет сопротивление подтягивать. И тогда персонаж каждый раз, когда будет поднимать ногу, ему будет гораздо тяжелее ее оторвать от земли, чем быстрее она будет падать. Скажем, если ты кинешь мяч тяжелый, созданный из металла, и мяч легкий, который созданный из дерева, ты можешь увидеть, что который из дерева, он будет много-много раз подскакивать. Потому что земля его не будет притягивать, у него масса маленькая. А тот, который создан из металла, наоборот, он бубункнется на землю и будет просто вот как бы докатываться некоторое количество времени. Именно потому что, в общем-то, объект тяжелый, то есть он как бы в замедленном действии будет двигаться. То есть, скажем, если бы ты бы хотел вот своего вот этого вот краба сделать бы тяжелым, он у тебя как игрушечный двигается, да, раз уже мы разговариваем про твою работу. То есть ощущение, что он у тебя игрушка, что он не настоящий монстр тяжелый краб, а именно легкий. То есть, если бы ты, скажем, сделал бы ему дольше времени сам подъем ноги и меньше времени, когда нога падает, то он бы получился у тебя тяжелый. Еще вопрос тогда пока об этом, о тяжелых предметах. А какая будет разница в спейсинге между тяжелым и легким предметом? В спейсинге фактически никакой разницы не будет, то есть, по крайней мере, не при подъеме. То есть, будет разница в траектории движения, как я и сказала, да, то есть у тебя, если объект более легкий, он будет меньше прыгать, и, соответственно, парабола действия будет меньше. И будет разница в тайминге, спейсинг вообще не будет никакой разницы. То есть, ты можешь сделать худого персонажа, который очень тяжелый, он будет, анимация, скажем, тяжелого и легкого будет одинаковая. Но расстояние между кадрами, между таймингом, да, будет разное только, а не в рисунке. Сейчас, ну да, покажу тебе. А не будет ли тогда казаться, что легкий персонаж просто слоу-мо? Если бы ты равномерно бы его замедлил, да, скажем, возьмешь, вот давайте покажу. Вот, допустим, тот же самый, вот эту вот анимацию, слоу-мо, это когда ты берешь и говоришь ему, пожалуйста, двигайся со спид, скажем, не 100%, а 70%, да, тогда у тебя будет слоу-мо, понимаешь? У тебя будет тайминг между ключами, ты вместо, скажем, каждый кадр делаешь каждые три кадра, как будто бы вставляешь еще один ключ между ними, тогда это слоу-мо. А тайминг, а мы меняем с тобой тайминг. Мы говорим, например, переходи на какой-то кадр быстрее, а на какой-то кадр более медленнее. Это, в общем-то, то, что я сейчас пытаюсь сделать. Я пытаюсь, скажем, вот этот ключ замедлить. Я хочу, чтобы он у меня проигрывал не один раз. Два раза. Да, у тебя получится время на этот ключ, я даю дольше. Окей, теперь этот ключ я тоже проигрываю его два раза. То есть я вместо тайминга одной миллисекунды даю ему две миллисекунды, скажем. Я не делаю этого вот здесь вот, и не делаю этого после, только в момент подъема ноги. То есть вот, наверное, точка будет сильнее замедлиться. Потом, значит, когда он вот здесь вот будет поднимать снова. Не один ключ, а два раза один и тот же ключ. То есть фактически нужно бы им битвинчик между ними стоять, если говорить языком классической анимации. Это тоже два. Теперь, а вот тут, когда он будет опускать ногу, наоборот. Вот этот ключ я уберу, он нам не нужен. Нам замедление здесь абсолютно не нужно. Он будет быстрее двигаться. Теперь этот ключ я уберу. Да, я, наоборот, убираю несколько ключей. То есть, скажем, по количеству времени, скажем, если быстрый персонаж, он будет 20 кадров двигаться. И легкий, то есть тяжелый персонаж 20 кадров. И легкий персонаж 20 кадров. Но соотношение между ключами, оно немножко будет меняться. Естественно, в зависимости от того, насколько тяжелым ты хочешь его сделать. Все, получается, и здесь я один кадр уберу. А вот здесь, возможно, мне даже будет недостаточно, и мне нужно будет сделать блур небольшой. Так, и вот этот кадр уберу. Да, я через один. Один оставляю, один убираю. И вот этот кадр я тоже уберу. Я сразу перейду к моменту с соприкосновением с землей. Давай посмотрим, что у нас получилось. Смотри. Видишь? Намного тяжелее сейчас его щупальца. Смотри. Чувствуешь разницу или нет? Да-да. Да, он как бы делает быстрее удар вниз и медленнее подъем. Теперь скажем, вторая нога тоже. Мы делаем ей замедление вот здесь. Вот здесь тоже ставим клёвыш. Замедлили эту анимацию. Здесь убираем. Убираем. Чувствуешь, что он стал тяжелым? А теперь сравним с тем, что у тебя было. Сейчас. Это slow-mo, кстати, да, которое мы сделали. Обрати внимание. Видишь, это абсолютно... Анимация та же самая. Ключи те же самые. Единственное, что изменяется, это тайминг. Так, давай, откроем твой оригинал. Три анимации, три разной скорости. Делаем ее стопроцентно. Вот твой оригинал. Такой игрушечный. Он, кажется, как будто бы он не краб, а насекомое. Маленькое. Пикси. Это потому что веса не хватает. Потому что мало веса. А вот тот, который я сделала. Чувствуешь, что он медленнее. Хотя с точки зрения количества ключей, оно осталось то же самое. Потому что мы где-то убрали, а где-то добавили. Давай мы повторим анимацию, чтобы тебе лучше прочиталось. Учитывалось. Помнил? Еще раз. Это тяжелый. Это твой оригинальный. Видишь разницу? Да-да. Окей. Теперь. С точки зрения вообще в целом анимации мне очень нравится. Она очень мягкая получилась. Но если, допустим, говорить то, чего ты пытался добиться, то есть как мы можем еще подчеркнуть то, что у тебя краб тяжелый. Естественно, это уже не только таймингом, но еще и тем, что у него будет делать меньше баунс тела. Подумая о том, опять же, по той же самой причине, что сила притяжения Земли будет на нас работать сильнее, соответственно, вместо того, чтобы делать ему овершютинг постоянный, да, вверх-вниз, вверх-вниз телу, как он у тебя вот здесь вот делает, да, посмотри. Бинь-бинь-бинь-бинь, да? Он, наоборот, он будет постоянно проседать ниже значительно и будет подниматься быстрее, понимаешь? То есть как будто бы он тащит за собой еще пудов пять. Как будто бы, представляешь, вот если ты просто сам встаешь, или когда ты встаешь, поднимая камень, у тебя же разный баунс происходит тело. Так ведь? Да-да. Давайте, скажем, объясню это в другой программе. Он тебя делает вот это. Беспрерывно. Он тебя делает немножко изиний за вот. Это то, что мне нравится. Он тебя делает вот это. Все время, что он идет. Чувствуешь, что он такой быстрый, энергичный, картунный, я бы даже сказала. Теперь разница, например, между этим и тем, что должно быть для того, чтобы он был тяжелый, у тебя будет проседание больше, а подъем быстрее. Он будет делать сто. Он, наоборот, is out, is in. Чувствуешь разницу? Давайте я сейчас несколько раз повторю, чтобы тебе было видно и понятно. Как ты видишь, у тебя осталось то же самое количество ключей. Я не меняла, не вставляла ключи. Я просто изменила тайминг между ними. Это легкий, а это тяжелый. Чувствуешь? Да. А я думал, он будет наоборот, быстрее опускаться, тяжелее подниматься. Ну как, его земля притянула? Теперь, посмотри, он, допустим, тянет, 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 тянет себя, пух, оторвался. Да, вот посмотри, например, когда тяжеловесы поднимают штанги. Вот, смотри, что у них происходит? Они... Вот. Смотри, что у него происходит? Он готовится, да? Готовится, готовится, готовится. Потом долго, видишь, так готовится. Рывком поднял, видишь, быстрее поднял и остановился. Теперь, почему он каждый раз приседает на ногу? Почему ему здесь тяжело? Потому что его земля притягивает, так ведь? Он стал значительно тяжелее в момент, что он взял себе штангу в руки. И, соответственно, земля начала его притягивать. Поэтому поднять-то рывком он смог. Вопрос же не в том, чтобы ее поднять. Вопрос в том, чтобы ее удержать в этом состоянии. И они проверяют, допустим, у штангистов, чем дольше он простоит с этой штангой, тем лучше. Не только то, что он ее поднял. Он еще должен не упасть с ней. Его не должно перевесить. И, соответственно, это то же самое, что мы ему делаем здесь. Он рывком поднимает свое тело. Три кадра подъем. А опускания значительно меньше. Как будто бы он готовится к подъему штанги. Понимаешь? Опять посмотри. Но внизу будет больше завесания, чем вверху. Внизу будет значительно больше завесания, чем вверху. Но объяснить... Я хочу, чтобы ты понял сам процесс, почему это происходит. То есть смотри. Видишь, тоже. Фух, поднимает. Тяжело ему, да? Ноги напрягаются, все у него напрягается, потому что все его тянет вниз. И теперь он все время, видишь, дергается, как будто бы вниз-вверх, вис-внех. Видишь? Нету никакого баунса. Нету как будто бы он у тебя делал овершут. Ты знаешь, что такое овершут? Да-да. Да. То есть нету такого, что он у тебя будет несколько раз дергаться, как в картоне. Он не может этого сделать, потому что ему очень тяжело. Понятно? А, теперь еще один момент. Мы, девочки, да, оставили косичку. Теперь, естественно, что здесь, при таком движении, у тебя будет очень равномерное действие, да? У него будет голова немножко делать оверлап. Косичка будет делать оверлап в эту сторону. Это то, что будет у него происходить. Да? То есть будет все время вот это. Да? То есть объект, который соединен вместе с тяжелым предметом, он будет себя по-другому выстит. Да? Это то, что у тебя будет происходить при движении не тяжелом. Теперь, если у тебя крап тяжелый, у тебя будет происходить немножко другое. Она будет делать оверлап головы. Но эта штукенция, она у тебя успеет и сделать оверлап, и опуститься вниз. Понимаешь? Вот сюда. И при рывке она будет делать более интересную анимацию. Она будет растягиваться. При всем при том, что голова девочки будет идти вниз. Видишь? Другая анимация. Сейчас. Видишь, что по-другому двигается? Понятно? Да. Окей, еще вопросы имеются? Да. Еще вопросы по поводу позы. Есть какой-то вот чек-лист, на что смотреть при построении позы? Ну смотри, поза у тебя не очень хорошая, да? Почему у тебя еще есть ощущение, что у тебя работа картунная? Потому что девочка у тебя сидит абсолютно оторванная от мира сего, как говорится. Ни баланс, ни вес. Ей ничего не присуще. То есть ее как пластилиновую посадили, приклеивали ей руки к этому крабу. Вот так она и сидит. У нее же голова гигантская, очень тяжелая, да? То есть у нее голова весит больше, чем все ее тело вместе взятое с ногами и с руками. Соответственно, она в такой позе сидеть не может. То есть ей бы, по идее, выпрямиться, понимаешь? Голову держать правильно, потому что у нее тяжелая голова, она ее может только вверх все время держать, иначе она упадет. То есть у нее поза должна быть соответственная, более естественная. А такое ощущение, да, вот разница между этой позой и тем, что у тебя было до этого. Видишь? Чувствуешь разницу, что это выглядит более естественно, чем это? Мы прям видим, как она сейчас ударится головой об него, об краба. Потому что ее голова перевешивает, очень тяжелая голова. И ты еще и хвостик ей вверх поднял, и ушко ей вверх поднял. Все-все-все поднял вверх, и тело наклонил. Понимаешь? Я бы ей вообще здесь, и то ноги бы даже пустила бы сюда. Она должна все делать для того, чтобы ее голова не перевесила. Уж такой персонаж, такая у него участь. То есть я ничего не говорю, там я не буду сейчас оценивать дизайн персонажа, да, правильность построения и тому подобное. Но с таким персонажем, когда ты его анимируешь, очень много проблем. Ну вот будет ее более правильная поза. Чтобы она так сидела. Естественно, хвостик у нее в данном случае опустится вниз, а не наверх, как у тебя. Да, и уши я бы ей тоже сделала развернутые немножко в эту сторону. Для того, чтобы она чувствовалась, во-первых, что она в движении, а во-вторых, что у нее голова не перевешивает вперед. Это как бы по поводу тела вообще в целом. Теперь руки. То есть она как будто бы сопротивляется с тем, что сейчас она ударится головой здесь. Руки, они не держатся. То есть она настолько спокойно себя чувствует на этом крабе, что она не упадет, что она просто нежненько так положила ручки, да, и поглаживает его по спинке. То есть изначально хочется ей сделать немного напряжения в руках, да, в самой позе руки. Чтобы она как бы держала его, понимаешь? Схватилась бы за него и держала бы его. То есть пальцы должны быть более вместе? Ну, какой-то палец вместе, какой-то палец наоборот, более раздельный. То есть я смотрю на форму его гребешка, на котором она, в общем-то, держится. То есть она должна как-то зацепиться клешнями фактически сама за него. То есть у нее три пальца. Соответственно, много тут опций нету. Да, то есть держится за него, хоть как-то держится. Понимаешь? Это одна из опций какой-то позы. Можно, естественно, еще и другие, но это должно быть держание. Не поглаживание, а держание за него. То есть она может еще в другую сторону, скажем, да, тоже точно так же. Схватиться за него. Знаешь, не обязательно пальцы вместе складывать, но при этом все равно поза держания, она отличается от позы поглаживания. Поглаживание. Понимаешь? Ну или такая. Не хватает напряжения его в руке? Не хватает ощущения того, что она держится, да, поза держания. Именно сама поза, она недостаточна. Ты просто ей положил руку сверху. Вот и все. Теперь сама по себе еще, если, допустим, говорить с точки зрения классической анимации, да, вот позы, да, обращаем внимание на то, что у тебя более плавные переходы. То есть я не знаю, насколько Рик тебе позволял это сделать, да, но очень хочется, чтобы у нее вообще сама по себе поза была более плавная, да, с одной стороны более мягкая. Потому что у тебя очень искривленная поза вот тут, да, очень много деталей, она очень все торчит. И хочется, чтобы хоть где-то у тебя сгладилось, да. Есть такое понятие, как простое против сложного в анимации. То есть если у тебя с одной стороны все сложно, то с другой стороны постарайся сделать просто. То есть, скажем, вот эту вот часть сгладить. Если у тебя настолько все там сложно, сгладить вот эту вот часть, чтобы у тебя не торчала челка. Помимо этого, что если уже даже и говорить в целом, то у тебя желательно, чтобы челка хоть как-то двигалась, да, то есть у тебя не двигается вообще вот эта вот часть. То есть желательно, чтобы она делала хоть какой-то оверлап при движении, да, то есть чтобы она у тебя загибалась. То есть, опять же, ты сделал передвижение на месте. А ситуация — это когда он тебе движется в пространстве, соответственно, если он двигается, значит, у тебя чёлка должна идти назад. Понимаешь? Помимо этого, открытый постоянно рот, да, то есть хочется, чтобы у него небольшой баунс как раз в челюсти был, потому что у него, скорее всего, челюсть отделена, то есть я вижу, что у него это всё один большой панцирь, да, черепушка такая, а челюсть, она отделена. Да, и поэтому хочется, чтобы челюсть тоже ходила немного вот сюда, да, вниз, вверх. Ну, поднимаем. А там немножко хватит, нужно ещё больше добавить. Давай посмотрим ещё раз. Я, допустим, не заметила. Да, немножко есть оверлап, но недостаточный, да, хочется, чтобы… Я тебе объясню ещё почему. Почему? Потому что, опять же, в зависимости от того, что ты хочешь, чтобы он был. Если он насекомое, то она даже ещё быстрее будет двигаться и менее плавно, потому что ты сделал ей такое ощущение, как будто бы она на мышцах, да, трение такое. То есть если он, скажем, не просто скелет, не просто насекомое, а он краб, скажем, обросший мышцами, то есть такой а-ля гибрид, что-то такое антропоморфное, то, соответственно, у него будет, да, трение челюсти, у него там будут мышцы, и они будут сопротивляться движению. Поэтому действие будет вот такое вот плавное, как у тебя. Если у него там нету мышц, ну, как бы насекомое, да, то есть в основном только корка какая-то, да, или вот эти вот, в общем-то, полухрящи, из которых они состоят, то у тебя будет просто челюсть падать вверх и вниз, вверх и вниз, да, очень быстро, без плавности, более резко. Потому что не будет никакого трения, там нету мышц. То есть ты сам должен мне сказать, это насекомое или это краб. Но я хотел сделать такого тяжелого краба, именно чтобы он был большого размера. Но тогда просто именно вот челюсть должна просто больше падать вниз, да, и, скажем, даже можно еще медленнее сделать ее движение. То же самое, что мы делали с ногами, тоже можно сделать и с челюстью, чтобы она падала вниз, задерживалась как бы внизу, а потом резко поднималась наверх, потому что она же тоже на мышцах сидит тогда, получается, если это краб. Ну, вот как-то теперь, ну, все это я говорю, опять же, но факт того, что анимация хорошая, и вы не отнимите, что действительно хорошая анимация получилась. Смотри, можно тут еще что-нибудь поковыряться, но если у тебя есть вопросы, я лучше отвечу на твои вопросы. Да, по вопросам. И вот по позе поэты больше мне приятно, а в целом, когда анимацию строишь, на какие особенно моменты стоит обращать при построении поз? Ну, первая вещь — это силуэт, то есть я не знаю, ты учился где, то есть ты изначально из 3D сферы вышел, или ты все-таки начал с каких-то классических основ? Я 3D. 3D. Окей, значит, первая вещь, что самое важное, да, когда мы строим позу, это силуэт. То есть это некоторые вещи взяты из 12 принципов Диснея и скомбинированы, в общем-то, с основным классическим рисунком, я бы даже так сказала, да, для того, чтобы создать хорошую позу. То есть наиболее важное, как бы если у тебя нет времени, если ты можешь составить хорошую позу, ты должен закрасить ее полностью черным, да, посмотреть, чтобы она смотрелась хорошо, черная закрашенная. И если она смотрится хорошо, то тогда, в общем-то, и твоя поза без черного закрашивания будет смотреться тоже хорошо. То есть что имеется в виду? Если, допустим, остановим кадр вот этот и посмотрим на нее с точки зрения позы, да, у тебя вот здесь вот торчит какой-то кусок непонятный, да, если мы его закрасим черным, он будет мешать. Вот здесь у тебя, да, какая-то точка. То есть, опять же, я не оцениваю, если это какая-то промежуточная поза или нет, просто остановила кадр, на него смотрю, да. То есть я не знаю, если это, в основном эти все подходы, они относятся к ключевым позам каким-то, к основным, да, или к инфинитивным, или к экстрим-позам, но не просто любые инбутвины, естественно, проходятся и каждый там негативное пространство прочищает. То есть, допустим, вот это вот очень плохая вещь для силы, потому что если ты закрасишь черным, да, всю свою позу, она будет больше всего привлекать внимание. Да, посмотрим. А там не хватает негативное пространство? Это и есть негативное пространство, да? Лишнее. Негативное пространство — это все то, что не является силуэтом персонажа. То есть ты его закрасил черным, так? У тебя куски какие-то белые. То есть все то пространство, которое против персонажа. Куда мы наибольшее время смотрим, когда мы ее черным закрасили? Да, мы смотрим на вот это место, да? На вот это место. Так ведь? На вот это место. То есть все эти места, которые белые, они сразу же выступают. Теперь это вот и есть негативные пространства. То есть это те места, которые привлекают больше всего внимания вокруг вот это вот все негативное пространство персонажа. Просто вот эти части, они привлекают к себе внимание. Теперь, почему они привлекают к себе внимание? Потому что они как будто бы закрываются, как глаз, да? Вот эта точка вообще выглядит как глаз. Мы только на неё и смотрим, потому что всё вокруг чёрное, она как глаз на нас смотрит. Соответственно, что говорит, если говорить специфически про эту позу? Желательно, чтобы этого места не было. Или если у тебя возникает такая ситуация, когда оно уже есть, это место, то у тебя непонятно, как будто бы оно почти закрылось или почти открылось. То есть в данном случае всегда советуют, скажем, наоборот, приоткрыть это место, сделать чуть-чуть больше негативного пространства, чтобы туда заходил воздух. То есть поправить так позу, чтобы она была менее закрыта. И тогда она будет меньше привлекать внимание, она будет частью этого белого, а не будет являться противоположностью нашего чёрного. То же самое здесь. То есть если ты это открываешь место, ты можешь видеть, что оно уже не привлекает твоего внимания. Это не как какая-то замочная скважина, дырочка, которая привлекает твое внимание. Это по поводу негативных пространств. Теперь по поводу того, что ты сказал, чтобы клешню больше вытащить. И это относится к тому, что все конечности должны быть более-менее видны. Я не считаю, что это всегда прям правильное, то есть что прям всегда-всегда конечности видны. Но в данном случае да. И в данном случае да. То есть желательно сделать так, чтобы было понятно, чем это является. Это не ещё одна нога, это часть челюсти. То же самое здесь. Это не одна двойная нога, это две разные ноги. То есть желательно постараться по максимуму их как-то разделить, разъединить, убрать, да. То есть в данном случае показать, скажем, ногу чуть-чуть больше заднюю, да. Понятное дело, что на 100% ты не всегда можешь решить эту проблему. Но мы всегда стремимся к тому, чтобы по максимуму показать больше конечностей. Теперь ещё одна очень важная вещь, которая тоже, в общем-то, является частью хорошей позы, это привлекательность. То есть поза должна быть привлекательной, симпатичной. То есть не должны быть какие-то изогнутые, нехорошие формы, про которые мы не понимаем, что это. Вот, например, как вот здесь. Видишь? То есть там слишком много мусора в форме? Слишком много мусора в форме. То есть желательно, если мы бы могли бы, мы бы её вот так вот сгладили и постарались по возможности в 3D-варианте прийти к этому. Точно так же, как вот эта вот часть, она чересчур торчит, отвлекает внимание. Окей? То есть вот здесь вот это ещё так нормально. То есть мы можем понять, что это часть его головы, так? А вот тут это было прям чересчур много. То есть надо избегать таких волнистых линий. Избегать суеты, я бы сказала, да? То есть излишней детализации там, где она не нужна. Но наоборот, меньшим должно сказать больше. Потом, значит, что ещё нам важно в позе? Чтобы в ней чувствовалось движение. Но это не только твоя поза, да, виновата? То есть это ещё и виновата твоя, в общем-то, в целом анимация. Но, как я и сказала, у тебя в позе она очень статична. Она может быть лого какой-нибудь, открыткой, чем бы то ни было. Не чувствуется, что он движется. То есть поменьше бы симметрии какой-то, да? То есть побольше бы направления движения, как я и сказала, да? Что у тебя хвостик должен направляться в ту сторону, откуда они пришли. Ушки должны направляться в ту сторону, откуда они пришли. Возможно, скажем, ну, две ноги не так будут симметрично, скажем, одна из ног сильно, наоборот, поднимется, да? То есть будет какое-то неравновесие. Да, антибаланс, я бы даже так сказала. То есть вот такие вот всякие элементы, естественно, очень сильно помогут в решении позы. Вот. Но это так три такие самые важные вещи. То есть, естественно, помимо этого, мы еще когда смотрим на саму позу, она должна быть читаема, да? То есть должно быть понятно. Иногда смотришь на позу, и непонятно, что у тебя там происходит. Здесь, естественно, на этом проблемы нет. То есть у тебя единичный персонаж на единичном фоне, поэтому это все здесь понятно. Вот. Это по позам. А контраст? По контрасту в позе? На что стоит обращать внимание? Ну, контраст в позе ты не можешь оценить отдельно саму позу. Контраст в позе — это всегда, например, предыдущая поза и последующая поза. То есть, скажем, если у тебя... Ну, здесь как бы оно очень все очень похоже, но, скажем, противоположные позы, да? То есть если у тебя до этого был очень сильный скош, да, сжатие, то желательно, что, скажем, через несколько кадров у тебя, да, на рот, произошло растяжение, то есть именно контрастность в этом плане. Ну, еще тангенты тоже можно на них обращать внимание. То есть если у тебя, скажем, какие-то детали совпадают, то есть это скорее даже не в черном варианте, а больше в цветном варианте, то есть у тебя довольно много тангентов. Но опять же в 3D за этим меньше следят. То есть следят только наиболее такие, знаешь, которые явные, яркие тангенты, которые бросаются в глаза. Вот такие имеются, довольно много. То есть если ты посмотришь на свою позу, скажем, вот это является тангентом. Так, два элемента, которые соединяются между собой, и тебе непонятно, какой из них ближе к нам, а какой дальше, это тангент. То есть он делает твою картинку более плоской. То есть в данном случае вот здесь, вот видишь, у тебя тангент образовался. То есть это когда у тебя один объект заканчивается около другого объекта на очень одинаковом месте. Вот здесь у тебя более-менее тангент, да? То есть можно было бы разъединить немного, сделая там туда ножку бы отдали. Но саму ножку бы мы все равно меняли, поэтому тоже не актуально более-менее. Ну вот как-то так, да? А остальные тангенты, да, они какие-то маленькие совсем уж. Вот здесь он, да? Тоже там небольшое. Вот. Еще что-нибудь, что тебя интересует? Да. Можешь еще рассказать про свой процесс и внутри 3D-анимации? Смотри, вообще в целом, да, в анимационной индустрии есть разные специалисты, в зависимости от того, если ты пришел, допустим, из 2D-анимации или из 3D-анимации? Ну, сейчас я уже так бы себя включу. Раз я разбываю. Я все-таки выходец из 2D-анимации, соответственно, когда я анимирую, я в первую очередь смотрю, чтобы у меня поза стояла. То есть я работаю планированием. Я сначала планирую все свои ключи, я проставляю все свои позы так, чтобы они меня устраивали. То есть я поправляю и все тангенты, и все, что мы с тобой вот сейчас вот обсудили, еще до того, как я вообще перехожу в сплайн. То есть я делаю сначала позинг. То есть позинг я никому не показываю. Не показываю ты ни режиссеру, никому это ни было. Потом я делаю блокинг. Блокинг я уже готовлю так, чтобы я показывала это режиссеру. Теперь во время блокинга не обязательно делаешь, то есть вот, допустим, в анимационной индустрии, в анимационной школах учат делать блокинг только ключевые и главные кадры. Это не совсем так. То есть когда работаешь в индустрии, блокинг ты должен сделать так, презентовать свою работу перед режиссером. То есть если, скажем, необходимо передать свое второстепенное движение, оно важно, да, и ты не хочешь потом переделывать свою работу, желательно, чтобы ты эти второстепенные движения тоже сделал. Маленькое движение руки, оверлап, антисипейш, неважно, что бы то ни было, но что будет играть важную роль в твоем кадре, в блокинге нужно это показывать, потому что это первый раз, что твой режиссер будет видеть твою работу. После того, как ты сделал, я делаю блокинг без сплайна, то есть я просто проставляю ключи в степ-молк, да, проставив их, посылаю, то есть хорошо прочищаю их, так, чтобы они были очень выразительные, то есть наиболее близко, как работать в картон-анимейшн, да, то есть я вообще очень часто еще рисую на своем экране, да, дополняя свою работу, то есть тоже так закрашиваю их черным, смотрю, как они у меня становятся, хорошо ли не. И, соответственно, отсылаю режиссеру. Если режиссеру нравится, он мне пересылает, я делаю блокинг плюс, то есть я дохожу до такого состояния, что у меня каждые четыре кадра стоит ключ, то есть я не перехожу на сплайн, пока у меня нету каждые четыре кадра ключа, то есть фактически full animation. И потом я просто делаю сплайн, но я делаю сплайн не на все сразу, а от позы к позе, то есть я сначала выбираю ту фазу, над которой я работаю, выбираю две позы, делаю между ними сплайн, потом я делаю вторую, то есть я делаю сплайн, смотрю, что у меня все работает, немножко работаю с граф-эдитером, потом перехожу от второй позы к позе, снова делаю сплайн, смотрю, что у меня все работает с граф-эдитером. И потом я чисто уже конечный этап работы прочищаю свои curves, свои кривые, то есть смотрю, что они у меня работают, убираю ненужные ключи, смотрю, что у меня все, в общем-то, в граф-эдитере все линии правильно стоят, что у меня есть запаздывание, Все это делаю уже чисто механически, с помощью граф-эдитора я не делаю это, как бы смотря на свой экран. И в таком варианте, это первый этап сплайна, я посылаю снова режиссеру. То есть режиссер смотрит и говорит, окей, можешь дорабатывать, делать полиш. Я получаю свою работу обратно, и тут я ее полишу, делаю второстепенные движения, прочищаю все как положено, уже заканчиваю вещь. И посылаю уже конечный вариант. То есть это оптимально, когда тебе не дают никаких изменений, когда, скажем, ты вот то, что сделал, всем понравилось. Если не понравилось, то есть в зависимости от того, какие изменения мне дают, чаще всего я стираю тот кусок, который не понравился, и делаю его абсолютно заново, потому что я очень люблю переделывать позы. То есть, скажем, у меня была какая-то идея, я ее поставила, режиссеру не понравилось, мне теперь придется переделать. То есть это меня не устраивает, я стираю. Бывает часто, когда ты уже закончил анимацию, тебе присылают заново какие-то исправления, персонаж поменялся, то есть это уже совсем верхняя режиссура к тебе приходит обратно. Это наибольше не люблю, естественно, да, когда уже почти закончил работу, все это дело исправлять. Но, опять, я приверженца того, что легче заново сделать, чем ковырять старое. То есть очень часто, допустим, когда я получаю ашоты от других людей, которые уже это поковыряли, я не знаю, никакие макармы они это технически сделали, ничто они пытались добиться. То есть я предпочитаю это вообще не залазить. То есть если я получила ашот какой-то исправлять после кого-то там, то я, естественно, начинаю заново. То есть я стираю полностью тот кусок, про который мне говорили, и делаю его заново. Теперь это моя система работы. Каждый аниматор выбирает какую-то свою. То есть есть более технические аниматоры, которые работают сразу же в сплайн. Особенно, скажем, в полнометражных фильмах меньше это разрешают. Полнометражных фильмов все-таки есть какой-то pipeline, им говорят, допустим, что все работают в блокинг, или все работают в сплайн, да, и, соответственно, все люди делают одно и то же. Неважно, как тебе удобно. Иногда бывало, я, допустим, когда работала на полнометражном фильме, у нас аниматоры анимировали сплайн, потом для того, чтобы послать режиссера, переводили все в блокинг. Почему? Потому что они в сплайне видели лучше, но режиссер требовал блокинг. Чтобы не выделяться, да, они как бы возвращали работу обратно по-прежнему. Вот. Ну, соответственно, они, и некоторые аниматоры сразу же ставят ключ, сразу работают со сплайн ключами всеми включенными, переходят на вторую позу, и потом каждый раз дорабатывают. То есть общими позами, но все в сплайне. Теперь есть аниматоры, которые вообще линейную анимацию делают, то есть они вообще не видят общей картинки. И, соответственно, они анимируют послойно. Сначала как бы тело, потом ноги, потом руки, то есть они не видят общей позы. Обычно это более технические аниматоры, которые вообще не умеют рисовать, скажем, да, не видят общей формы позы. Но это не говорит о том, что они плохие 3D аниматоры. Вот, как ни прискорбно, естественно, когда ты работаешь в 3D, не обязательно, чтобы ты умел рисовать. То есть, это тебе помогает, да, то есть, это очень много может тебе дать, но это не обязательно, факт. Вот, поэтому сказать, вот, допустим, ну, ты меня спросил, как я работаю, я тебе рассказала, ну, каждый аниматор работает по-своему. В конечном итоге всякие перки себе, всякие плагины добавляет в работу, да, то есть, начинает, в общем-то, работать быстрее посредством техники, я бы так сказала. А вот иногда бывает, когда в блоге даже если через четыре или даже три кадра, и ты выходишь в сплайн, все равно как-то теряется немного, она более такая распучистая остается. У меня такого не бывает, во-первых, потому что я вижу свою анимацию гораздо лучше в блокинге, да, в позах. Я тебе еще раз говорю, что я фактически делаю полностью свою анимацию без сплайна. Я ее вижу так значительно лучше, то есть, у меня каждые четыре кадра стоит поза, то есть, фактически, большую часть анимации я делаю именно вручную, я ее только полишу и в сплайн. То есть, все, что я придумаю, все, что я делаю, я делаю в блокинге. Я никогда не перейду в сплайн, если моя поза не работает. То есть, если ты говоришь, что у тебя не всегда это получается, очень часто поза расплывается, это говорит о том, что, в общем-то, ты более такой 3D-шный аниматор, да, то есть, ты не видишь картинку в 2D, да, как она будет выглядеть. Обычно люди, которые выходят из 2D, которые работают в 3D, у них таких проблем не бывает, то есть, у нас ничего никуда не всплывается. Потому что у нас работа работает и без сплайна, вообще. Иногда и... У меня было несколько ситуаций, на самом деле, когда мои шоты просто после блокинга забирали и говорили, все, закончено, не нужно никакого сплайна. Ну, когда это уже там ближе уже к концу, когда нужно подавать шоты, когда работу уже заканчивать, то режиссеры начинают нервничать и они уже могут уже и такие работы пропустить. То есть, именно, чтобы такого не было, лучше 2D поучить, 2D анимации, протренироваться. Смотри, я бы не сказала, и я тебе говорю, есть достаточно много хороших аниматоров, каждый 3D аниматор, он отвечает за какие-то свои шоты, то есть, обычно твой супервайзер, если он хороший супервайзер, он замечает, в чем ты хороший. То есть, он смотрит, скажем, я картунист, по надуре по своей картунист, я больше люблю утрированную анимацию. Соответственно, в моем портфолио всегда экшн-шоты. Есть, естественно, такие более плавные шоты, с более аккуратными переходами, с более микро-выражениями и тому подобное. Но по большей части я делаю все время какую-то войну, войнушку, удар ногой, что-то такое супер-крутое, большие передвижения с одного места на другое, супер-большой актинг. Неважно, на каком бы проекте я ни работала, я все время делаю это, потому что у меня это хорошо получается. Теперь, естественно, если у тебя, например, движение три миллиметра в бок, у тебя персонаж движется, если ты его будешь делать в блокинге, то очень много потеряешь. То есть, легче уже. Даже я такое делаю в сплайне. Но, в целом, есть люди прямо, которые специализируются по таким шотам, которые, скажем, от плечей и выше. И они больше своих шотов получают именно в таком формате. Это не то, что они из-за того, что они не умеют рисовать, они как бы хуже. Нет. Им просто иногда бывает больше времени возьмет дойти, допустим, да, до позы, но, скажем, прочистить работу, сделать ее более аккуратной, им займет гораздо меньше времени, чем мне. И поэтому количество времени всегда икло. То есть, что у меня, что у какого-то другого более технически построенного мозга, время работы будет то же самое. Я понял. То есть, в общем-то, всем есть место в индустрии. Теперь сказать честно, то есть, мое личное мнение, все должны учиться рисовать. То есть, это очень сильно помогает, да, то есть, твои позы становятся сильнее, то есть, такие вопросы, вот как ты задаешь, да, они у тебя на автомате отпадут, потому что ты будешь знать, да, что такое академический рисунок, как строится поза, да, все это очень важно, да, то есть, есть специальный рисунок для аниматоров отдельный. Но, то есть, жизнь показывает, что это не обязательно. То есть, опять же, вопрос к тому, кем ты станешь, конечно, на итоге, да, если, скажем, ты не умеешь анимировать карандаш, ты никогда не держал карандаш в руке, и ты становишься 3D-аниматором, то есть, обычно такого не бывает, то есть, обычно люди, которые начинают продвигаться по карьерной лестнице в 3D, они уже брали какие-то курсы, да, то есть, они уже умеют рисовать, то есть, нет такого, на какой-то этапе каждый из 3D-аниматоров, он приходит к тому, что да, все-таки нужно немножечко, да, уметь рисовать, держать карандаш, вот, но не всегда. То есть, бывают люди, которые свою жизнь просто прорабатывают, вот так вот работают, даже не умея палка с палкой нарисовать. Ну вот, наверное, как бы на этом мы будем уже заканчивать. Спасибо. Чтобы пообщаться, присылай еще работу на конкурс. Буду, спасибо. Спасибо.